Доброе время суток, дорогие дамы и господа! Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе. Наша недельная глава называется Ваякхель, когда Мушарабейну соберет всех. Идет речь опять же о подготовке, строительстве храма. И конкретно Мушарабейну набирает людей на работу, которые будут устраивать храм, обустраивать его, оформлять и так далее. И требования, которые он выдвигает тем, кто хочет попытать свое счастье и получить эту работу строителей храма, определяет как хохмей лев, мудрое сердце. На самом деле категорически первое и второе слово противоречит друг к другу. Мудрость физиологически, она, скорее всего, здесь. Не здесь. Мудрость — это интеллект, это осознание, это профессионализм. Им нужны были люди, которые были профессиональными, зодчими, красительными тканями, речками по дереву, плотниками. Лев — сердце — это источник наших эмоций, это какая-то эйфория, это чувство. А мы-то говорим постоянно о том, что все стремление саморазвития человека в служении Всевышнему — это разум должен властвовать над сердцем. Это несовместимые вещи, это две противоположности. Разум, который холодный и мокрый, сердце, которое горячее и сухое, огни пламени и вода — они не сочетаются. Что же хочет от бедных этих людей Мой Шарабейну? Ведь профессионал, в предпседневной жизни еврей должен быть профессионалом. Он должен ходить на работу, он должен быть самым лучшим, как мама нам говорила, когда еврей идет в школу, когда еврейский ребенок шел в школу, ты должен был лучшим учеником, потому что ты еврей. Но это не требует от нас эйфории. Наша традиция говорит, что эйфория должна быть совершенно другом в взаимоотношениях в семье, в учении Торы. А когда ты работаешь программистом, тебе не должно колбасить от того, что у тебя получился код, который от тебя требовал твой начальник. Там мы остаемся профессионалом. Эйфория, возбуждение, эмоции, они совершенно в другом. Их нужно направлять на служение Всевышнему. Но когда мы строим храм, как сказано в Ассулии Микдашу и Шахан Тибеттохам, построите мне храм и я буду находиться в вас, именно в нас. Когда мы строим храм и сегодня, не только тогда, мы строим себя, свой собственный храм. И есть много всяких каббалистических объяснений, как человеческое тело соответствует устройству храма. Здесь недостаточно только профессионализма. Оно должно быть еще со страстью. Мы должны хотеть это делать. Вот здесь профессионалист должен подпитываться, подогреваться эмоциями, подогреваться эйфорией. Наш мозг должен вскипать от того, как мы, разгораются наши страсти в служении Всевышнего. Об этом и говорит большим-то. В основном новшество, которое большим-то приводит в служение Всевышнему, это то, что оно должно быть не только правильно по букве закона, оно должно быть со страстью. Можно быть профессиональным евреем сто раз знать все законы и все четко и скрупулезно выполнять, но не это Всевышний хочет. Как сказал Донидсхака Барбанель Ашем Руцея Талеб. Всевышний хочет наше сердце. Нужно учиться, нужно быть профессионалом служения Всевышнего, но нужно это профессионально все время доводить до точки кипения. И поэтому получается, что когда мы строим себя, наш с вами собственный храм, из которого наверняка и создастся весь этот большой храм, недостаточно быть Талмитхахамом, быть мудрецом, знать все законы Торы. Нужна еще эйфория. Мы должны стать какими-то экзальтированными профессионалами для того, чтобы построить свой собственный храм и таким образом построить в конце концов третий храм с приходом Машеха. До встречи. Успехов. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok